Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте на канале РТР Молдова Вести, в студии Виктория Царева и главное к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сирии тысячи беженцев из лагеря Эр-Рукбан получили убежище на территории подконтрольной законным властям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем с политической повестки. Президент Молдовы созвал сегодня утром в Высший Совет Безопасности. Указ о назначении его нового состава Игорь Дадон подписал накануне. В него также вошли новоизбранные премьер Майя Санду и министр внутренних дел Андрей Настаси. На заседании Совбеза обсуждались вопросы касательно расследования банковского мошенничества, уничтожения улик финансовых преступлений, а также аннулирования указа о распуске парламента, подписанного Павлом Филиппом. Об итогах заседания нового состава Совета Безопасности глава государства рассказал на брифинге. Первый вопрос касался расследования банковского мошенничества. После его обсуждения Совбез поручил Генпрокуратуре и Нацбанку в срочном порядке предоставить второй отчет КРОЛ. Помимо этого правительство обратится напрямую к компании КРОЛ с просьбой передать ему все материалы расследования, сообщил Игорь Дадон. Еще Нацбанку и службе по борьбе с отмыванием денег предстоит ежедневно докладывать о крупных валютных операциях по выводу денег за рубеж. В адрес президентуры членов Высшего Совета Безопасности поступает информация о том, что те, кто лишился власти и в ближайшее время должны стать частью истории или парламентской оппозиции, в срочном порядке выводят деньги из страны. Данную информацию подтверждают разные источники. Чтобы предотвратить эти схемы, Высший Совет Безопасности требует, чтобы вы информировали о крупных валютных операциях ежедневно. Еще на сегодняшнем заседании Совбес рассмотрел вопрос блокирования деятельности некоторых центральных публичных властей и призвал госучреждения не препятствовать законной деятельности новоизбранного правительства. Напомним, указ о назначении нового состава Высшего Совета Безопасности президент страны подписал 10 июня. Генпрокурор и президент Нацбанка на заседание не явились, хотя того требует закон. Октавиан Армашу аргументировал свое отсутствие зарубежной поездкой, а Эдуард Харунжин не принял участие в заседании из-за правовых препятствий, в том числе связанных с невозможностью предоставления информации лицам, не имеющим доступа к государственной тайне. Так объяснили прессе в Генпрокуратуре. В ходе брифинга Игорь Дадон обратился также к сотрудникам спецслужб и силовых структур, напомнив о личной ответственности за уничтожение внутренних документов по финансовым и банковским преступлениям. Конституционный суд Республики Молдова сожалеет о яростных нападках в свой адрес и осуждает политическое давление, которому он подвергся в последние дни. Об этом указывается в пресс-релизе ведомства АКС. Призывают к спокойствию, сдержанности и просят государственные органы соблюдать конституцию, законы и обязательные решения суда. В сообщении также отмечается, что те, кто призывают к распуску учреждения, нарушают демократию Молдовы. Судья КС несменяемы в течение срока полномочий. Любое вмешательство политического класса в стране или за рубежом недопустимо и рассматривается как посягательство на Конституцию. Государственный орган власти отмечает, все принятые акты были основаны на положениях Конституции и конституционной юриспруденции, уточняется в пресс-релизе. Демократическая партия продолжает настаивать на своей позиции и не признает новоизбранное правительство во главе с Майя Санду. Об этом заявил вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь сегодня на брифинге. По его словам, приглашение демократов на переговоры с блоком АКУМ и ПСРМ все еще в силе, но другого разрешения конфликта, кроме как политического, политформирования не видит. По мнению вице-председателя ДПМ Владимира Чеботарь, образовавшийся политический тупик в стране невозможно преодолеть так, как предлагают представители блока АКУМ и партии социалистов, а именно передачей власти. Мы должны признаться, что мы находимся в политическом и конституционном тупике. С нашей точки зрения, конституционный тупик невозможно преодолеть. Сегодня у нас есть лишь одно правительство и парламент, который распустили. Это правительство Филиппа, которое сейчас является временным. У нас есть решения, и мы можем их обсудить за столом переговоров. Мы уверены, что эти решения должны быть политическими. В ДПМ еще раз подтвердили свое намерение встретиться с представителями блока АКУМ и партии социалистов и обсудить образовавшийся политический кризис. В то же время сегодня депутаты из парламентской коалиции еще раз напомнили о выдвинутых условиях, при которых они могут приступить к диалогу с демократами. Мы не помним позиция, которую я сказал вчера, и это очень коммунная. Наша позиция общая, чтобы они освободили государственные учреждения, чтобы незамедлительно открыли доступ к ним членам законного правительства, которое признанное международным сообществом и в поддержку которого высказываются граждане Молдовы, включая диаспору. Мы хотим, чтобы им разрешили войти в учреждения, чтобы они начали работать. Диалог может пройти только при выполнении следующих условий. Немедленное освобождение всех государственных учреждений, отзыв агрессивно настроенных людей, находящихся возле правительственных учреждений, и обеспечение доступа членов нового Кабмина к рабочим местам, прекращение любых угроз в адрес госслужащих и граждан Молдовы. Также представители законодательного органа призвали мэрии и представителей публичных и общественных организаций поддержать новоизбранное правительство во главе с Майей Сандум. Тем временем прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного финансирования ПСРМ. Информация, которая недавно получила широкую огласку, послужила основанием для возбуждения уголовного дела. Прокуроры начали серию действий, направленных на объективное расследование всех обстоятельств, включая изъятие доказательств и допрос лиц, сообщается в пресс-релизе ведомства. В свою очередь, вице-председатель парламента Ион Чабан заявил, что социалисты готовы предоставить все необходимые документы для проведения свободного и честного судебного процесса, а не прокурорами и судьями под властными ДПМ. Напомним, ранее демократы заявляли о намерении политформирования обратиться в государственные органы с требованием расследовать заявление Игоря Дадона, в котором он говорит о финансировании партий социалистов из-за границы. Продолжаем. Еще шесть стран высказались в поддержку парламента Республики Молдова. Франция, Германия, Великобритания, Польша, Швеция и Швейцария призывают все политические силы в Молдове в сложившейся ситуации действовать взвешенно и ответственно. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Германии, а также Швейцарского бюро по сотрудничеству. В официальном пресс-релизе Министерства иностранных дел Германии отмечается, что страны ЕС пристально следят за развитием событий в Молдове. И согласно заявлению, демократически избранное парламентское большинство в нашей стране сделало важный шаг, сформировав правительство. В развернувшемся конституционном кризисе мы следим и поддерживаем парламент Республики Молдова, который представляет народ этой страны, и лучшую площадку для обсуждения всех политических вопросов, включая и все спорные. Сейчас же все стороны несут ответственность за мирное разрешение этого конституционного кризиса. Мы призываем к спокойствию и сдержанности. В свою очередь и Швейцария высказывается за то, чтобы политические партии и институты Республики Молдова участвовали в мирном диалоге для разрешения сложной ситуации в стране. Спокойствие и здравомыслие должны преобладать на благо всех граждан. В этом контексте Швейцария приветствует запрос генерального секретаря Совета Европы в Венецианскую комиссию с просьбой срочно представить мнение о последних решениях Конституционного суда Молдовы. Говорится в заявлении, распространенном Швейцарским бюро по сотрудничеству. Там же отмечается, что страна приветствует парламентские выборы от 24 февраля текущего года, которые были конкурентными и в целом соблюдали основные права, и что волю граждан, выраженную на этих выборах, следует соблюдать. В документе также заявлено, что Швейцария поддержала политический, экономический и социальный переход Республики Молдова с 2000 года и сохраняет приверженность содействию благосостоянию населения Молдовы и по сей день. Через 10 дней Венецианская комиссия представит заключение о последних решениях Конституционного суда в Молдове, в том числе и об условиях распуска парламента. Об этом консультативный орган при Совете Европы по вопросам Конституционного законодательства заявил сегодня для одного из местных СМИ. Венецианская комиссия подтвердила, что получила запрос от генерального секретаря Совета Европы Турберна Ягланда с настоятельным призывом срочно высказать свое мнение о последних действиях Конституционного суда в Молдове, сообщает Зиарл Дегарде. Венецианская комиссия подготовит заключение, которое будет принято на пленарном заседании на следующей неделе, 21 июня. Никаких дальнейших комментариев до принятия решения не последует. Отмечается в ответе Венецианской комиссии. Тем временем некоторые молдавские эксперты уже высказывают свои предположения относительно решения, которое будет принято и озвучено через 10 дней. Если с политической точки зрения для Республики Молдова имеет значение отношение других правительств, других президентов иностранных государств, то с юридической точки зрения значение имеет позиция Венецианской комиссии. Некоторые политические игроки в нашей стране считают, что позиция этого органа носит рекомендательный характер. Однако, если Молдова хочет идти по европейскому пути, она должна быть очень осторожна с документами, которые выдает Венецианская комиссия. И я убежден, что она сделает вывод о том, что парламент и правительство являются легитимными. Заявил Виктор Пушкаш в эфире одного из местных телеканалов. Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, по запросу которого Венецианская комиссия должна будет вынести решение, заявлял, что последние события в Молдове вызывают у него серьезную обеспокоенность. А решение КС сложно понять. По его словам, похоже, что в свете Конституции и международного права они произвольны. К другим темам. Небезразличные граждане все чаще стали отправлять властями уведомления об опасных случаях, когда дети находятся вблизи открытых окон. Представитель управления по защите прав ребенка Лучия Качук призвала всех, кто становится очевидцами подобных случаев, незамедлительно обращаться в полицию, а родителей позаботиться о безопасном времяпровождении детей в их отсутствии. Подробнее о других событиях в рубрике «Короткой строкой». Исполнительный комитет Союза офицеров Молдовы выразил полную поддержку Игорю Дадону в его решительной и последовательной деятельности, которую соблюдают конституционные нормы и законы. Союз офицеров Молдовы обратился ко всем гражданам, ветеранам войны и труда, ветеранам вооруженных сил и силовых структур, поддержать президента, парламент в лице спикера Зинаиды Гречанны и премьер-министра Майо Санду. Министерство иностранных дел Румынии выступило с уточнениями, что глава МИД Теодор Мелешкану не признал правительство Майо Санду. В пресс-релизе ведомства сказано, что журналисты вырвали высказывания из контекста и напомнили об официальной позиции правительства. Ранее президенты правительства Румынии, а также Мелешкану призвали все политические силы Молдовы уважать демократический процесс и волю граждан в ходе выборов 24 февраля. Государственная налоговая служба отмечает, что последним днем выплаты налога на недвижимость или земельный налог со скидкой в 15% станет 1 июля. Оплатить налог можно в почтовых отделениях, филиалах банков или через онлайн-платформу. Граждане, которые не воспользуются скидкой, должны оплатить налог в обязательном порядке до 15 августа и 15 октября. В случае неуплаты налога в срок, налогоплательщикам начисляют пеню. Национальная комиссия медицинского страхования посредством видеороликов информирует граждан о возможности бесплатных профилактических осмотров. Лица старше 18 лет смогут обратиться раз в год. Граждане старше 40 ежегодно могут проходить исследования на уровень холестерина и сахара в крови для предотвращения диабета и артериальной гипертензии. Провериться смогут и граждане из группы риска. В мае цена на картофель выросла на 82%. Национальное бюро статистики сообщает, что в мае этого года годовая инфляция составила 4,6%. Наибольшее повышение цен в мае 2019 года по сравнению с апрелем этого же года было зафиксировано на красную свеклу, морковь и свежие фрукты. Далее следуют мед, крупы, свежая измороженная рыба, мясо, консервы. Директор программы «Эксперт Групп» утверждает, что снижение стоимости приведет к общему росту цен к концу 2019 года. Поэтому инфляция может вырасти до 8-9%. В Румынии завершился шестой международный ультрамарафон «Ультрабак-2019». Молдову представил Виталий Георгицы, который показал лучшие результаты и занял первое место. В забегах приняли участие профессиональные спортсмены и любители бега из разных стран. В течение трех дней им предстояло преодолеть 100-километровую дистанцию. Соревнование проходило с 7 по 9 июня в Буковине. Продолжаем. Более 15 тысяч лицеистов сдавали сегодня экзамен на степень бакалавра по иностранному языку. Большинство из них, чуть более 10 тысяч, писали работу по английскому языку. Около 5 тысяч по французскому, немногим более 100 человек по немецкому и оставшиеся по испанскому, итальянскому и турецкому языку. Отметим, что более тысячи выпускников уже получили высший балл автоматом, не сдавая экзамен. У всех у них есть международный сертификат, подтверждающий их знания. Следующий экзамен состоится 14 июня. В нем примут участие более 16 тысяч кандидатов. Учащихся реального профиля будут сдавать математику, гуманитарного, историю румын и всеобщую историю. Экзаменационная сессия завершится 21 июня. Проверка работ будет проводиться с 4 по 25 июня. Результаты вывесят в центрах сдачи экзаменов 26 июня. У кандидатов будет 48 часов для подачи апелляции. Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 4 июля. Продолжим выпуск международными новостями. Организация Объединенных Наций обвинила Приштину в нарушении прав российского дипломата Михаила Краснощекова. В конце мая он был избит и задержан во время спецоперации косовских силовиков. Как заявил постоянный представитель России на заседании Совбеза ООН, косовские власти до сих пор не принесли никаких извинений за инцидент. Вместо этого, по словам дипломата, со стороны официальной Приштины звучат только ложь и инсинуации. На прямой связи с Совбезом спецпредставитель генсека ООН по Косово Захир Танин подтверждает, что косовский спецназ избил и незаконно арестовал двоих сотрудников миссии, обладающих неприкосновенностью, среди которых был россиянин Михаил Краснощоков. Оба сотрудника, по всей видимости, подверглись чрезмерной силе и жестокому обращению после их ареста полиции, в результате чего им причинили телесные повреждения, требующие госпитализации. Иммунитет наших сотрудников относительно арестов и задержаний соблюден не был. 28 мая косовский спецназ на броневиках и с оружием под предлогом проведения операции против оргпреступности вошел в северные районы края, где живут преимущественно сербы. К ним врывались дома, их избивали, было арестовано более 20 человек. Один из сотрудников ООН перестал выходить на связь. Проверить, что случилось, отправили его коллегу Михаила Краснощокова. После встречи с косовским спецназом у миротворца диагностировали три перелома. Но посол непризнанной республики Косов в США, как ни в чем не бывало, пыталась нарисовать в совбезе совсем другую картину. Его отправили в больницу в Митровице. И у меня есть отчет из этой больницы. Ничего серьезного. Российский гражданин Михаил Краснощоков мешал действиям полиции. Читаку добавила, что в багажнике Краснощоков якобы перевозил пилу. Получается, что он валил деревья для баррикад, аккуратно положил бензопилу в багажник, встал перед баррикадами и еще и отказался предъявлять удостоверение сотрудника АнМИК. Вы сами-то верите в подобный бред? Красноречивый пример лжи, инсинуаций и разжигающий ненависть российских исторических фантазий, недостойных зала заседаний Совета Безопасности. И это вместо того, чтобы попросту извиниться за разбойничьи действия своих соотечественников. Но извинений никто не услышал. Приштина, по словам российского постпреда, явно чувствует безоговорочную поддержку Вашингтона, Парижа и Лондона. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль-Нахаяном. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе дискуссий обсуждалось двустороннее сотрудничество, а также ситуация в Персидском заливе. Оба лидера отметили важное сохранение стабильности и безопасности в этом регионе. Продолжаем. В Сирии тысячи беженцев из лагеря Эр-Рукбан получили убежище в провинции Хомс на территории подконтрольной законным властям. Боевики содержали стариков, женщин и детей в нечеловеческих условиях. Теперь те, кто покинул лагерь, смогли получить долгожданную медицинскую помощь и питание. Сначала они спасались от войны, потом от нищеты и террористов. Теперь бежать не нужно. Те, кто чудом вышли из Эр-Рукбана, нашли приют в Хомсе. В нескольких школах сирийские власти разместили около 14 тысяч беженцев. Для вашего сына вот этот сироп принимать два раза в день. У ребенка болит живот. Много месяцев поставить диагноз, помочь ему было просто некому. Врачей в Эр-Рукбане нет. В Хомсе к медикам очередь. Осмотр ждет каждый второй. Пожилые люди, подростки, женщины с детьми на руках. Ждут спокойно, знают, лекарств хватит на всех, как и еды с водой. Дома в Сирии ждут не только тех, кто сейчас на оккупированной территории. Треть населения страны до сих пор за границей. За годы конфликта от войны бежали больше 6 миллионов человек. Огромное количество сирийцев сейчас в Турции. Около миллиона в Ливане. По полмиллиона в Иордании и Германии. Это только по официальным данным. Ждем еще больше беженцев. Готовы разместить каждого. Правительство страны хочет, чтобы все сирийцы знали. Это их родина. Жители с государством словно ребенок и отец. Мы сделаем все для того, чтобы жизнь снова стала такой же, как до войны. Пункты пропуска для беженцев работают на границе со всеми сопредельными государствами. Сирийцев встречают на родине круглосуточно. С каждым месяцем процесс ускоряется. Мир вернулся в страну, но прочувствовать это пока могут не все. Больше 100 тысяч человек в Ирукбане и Эль-Холе так и остаются заложниками ситуации и боевиков. По меньшей мере, три человека погибли, трое получили ранения. В результате взрыва на нефтяном танкере в Махачкале. Хлопок газовоздушной смеси произошел в машинном отделении в момент разгрузки нефти. Вслед за этим вспыхнул пожар. Сейчас на месте работают десятки спасателей. Пожарные расчеты ведут проливку помещений танкера. Как сообщили в региональном МЧС, угрозы разлива нефти нет. Пострадавших доставили в больницу. Один из них в тяжелом состоянии. Причину взрыва выясняют. По факту гибели матросов возбуждено уголовное дело. Шведские полицейские обезвредили мужчину, который грозил устроить взрыв на центральном железнодорожном вокзале города Мальме. Злоумышленник появился на платформе с большой сумкой и стал кричать, что взорвет находящуюся в ней бомбу. На вокзале поднялась паника. Я видела, как полицейские окружили человека. Он поднял черную сумку, а затем началась стрельба. Сколько прозвучало выстрелов, точно сказать не могу. Думаю, четыре, а может и пять. Территорию вокзала оцепили. Сумку проверили взрывотехники. Но было ли найдено в ней оружие или взрывчатка, не сообщается. В городе Мальме проведены обыски. Злоумышленник с ранениями доставлен в больницу. Полиция выясняет его личность и пока никак не квалифицирует его действия. Столкновениями между демонстрантами и полицией закончились вчерашние акции протеста в Гонконге. Часть участников акции против соглашения об экстрадиции в КНР не захотела расходиться с наступлением темноты и попыталась прорваться в здание законодательного совета. Полиция применила против них перцовый газ и дубинки. По мнению протестующих, соглашение угрожает гонконгским свободам. Народ Гонконга хочет защитить свою свободу. Свободу слова, верховенство права, нашу судебную систему, а также наши экономические принципы, привлекающие международных инвесторов. Днем в мирные акции протеста приняли участие до миллиона человек. Они выразили опасение, что соглашение об экстрадиции позволит выдавать в материковый Китай не только уголовных преступников, но и политических диссидентов. Сейчас Гонконг, обладающий широкой автономией в составе Китая, не имеет соглашения об экстрадиции с правительством в Пекине. Фермеры итальянского острова Сардиния бьют тревогу. Саранча уничтожает урожай. Сильнейшие за последние 60 лет нашествия насекомых связывают с наступлением аномальной жары, которая установилась после длительного периода холодной и дождливой погоды. Саранча опустошила уже свыше 2000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Все началось около месяца назад. Они были маленькими личинками, а сейчас они очень быстро растут и уничтожают все на своем пути. В Ассоциации фермеров Италии заявляют, что огромное количество насекомых также поедает сено, предназначенное для корма животных. Морские путешествия на круизных лайнерах с комфортом и всевозможными развлечениями приобретают всю большую популярность у туристов во всем мире. А между тем, экологи бьют тревогу. Большие суда, считают они, уже вошли в число главных на сегодняшний день источников загрязнения окружающей среды. Основная причина в используемом виде топлива, который загрязняет атмосферу оксидами серы и азота. В подтверждение тому исследование, инициированное Европейской Федерацией транспорта и окружающей среды, которое объединяет десятки неправительственных организаций. В опубликованном на днях отчете говорится о том, что объем выбросов круизных лайнеров только одного оператора в 2017 году был в 10 раз больше, чем от 260 миллионов европейских автомобилей вместе взятых. Главная причина в используемом виде топлива, которое загрязняет атмосферу оксидами серы и азота. Больше всего от этого страдают Испания, Италия, Греция, Франция, Норвегия, наконец Португалия. В тройке европейских портов с рекордными объемами вредных выбросов от больших судов – Барселона, Пальма-де-Майорка и Венеция. Власти последней в ответ на участившиеся акции протеста даже пообещали рассмотреть вопрос о запрете на заходы круизных лайнеров в Венецианскую лагуну. Экоактивисты призывают Брюссель в срочном порядке установить нулевой уровень выбросов для всех круизных компаний, работающих на территории Евросоюза. Это все новости к этому часу. Я напомню, больше информации вы найдете на сайте rtr.md. В студии была Виктория Царева. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова